Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глихенгаус рассказал о травме, из-за которой Александра Трусова пропускает этап гран-при в Японии. Александра Трусова пропускает этап в Японии из-за травмы ноги. У Саши болит нога. К сожалению, меня две недели не было в Москве, поэтому более точно может ответить Сергей Викторович Дудаков. Мы на связи, но более конкретно по ее ноге я не могу ничего сказать. Даниил, конкретизировать тоже нельзя? Что у нее? Стрессовый перелом? Перелом чего-то или вообще все не так? За это должен отвечать врач, который может дать профессиональную оценку травмы. Даниил, но врач должен получить санкцию на комментарии? Это тоже верно. Последний раз я видел ее по видео из Америки, где она здорово выступил и заняла первое место. Это все, что я могу сейчас сказать про Сашу. Также Глихенгаус рассказал о трудностях чемпионки Европы Алены Косторной с тренировочным процессом. Даниил, Алена Косторная, это наша любимая. Скажите, как сейчас вы оцениваете, судя по тому, как она делает тройной аксель, ее дальнейшие перспективы. Над чем она сейчас работает? Над всеми остальными прыжками. Даниил, можете конкретизировать? Алена выложила очень добрый душевный пост, где поблагодарила нас за работу с ней. Если бы это еще больше, скажем так, прокладывалось не в благодарности в инстаграме, а в тренировочном процессе, нам не нужна от нее благодарность. Наша задача помочь и достичь ее максимума. И когда у нас это получится, она покажет себя во всей красе. На данный момент это не ее максимум. Думаю, все это понимают. Даниил, что у Алены не так с тренировочным процессом. Количество прокатов не соответствует остальным спортсменам в группе. Даниил, она халтурит? А почему так происходит? Это вам ответит сама Алена. Я не могу ей влезть в голову. Даниил, но она на все тренировки приходит? Слава богу, да, практически. Даниил, то есть у Алены есть проблемы с мотивацией? Сложно сказать, что это мотивация. Надо разбираться ей самой в себе. Люди все разные. Не все мы можем каждый день делать одно и то же и отключать свои эмоции, работать на повторение. Делать одно и то же, одно и то же. В этом и есть сложность нашего спорта. Выйти на соревнования в красивом платье, порадовать публику и прокатать для нее один раз, это для них праздник. А вот каждый день это делать на тренировках, вот что самое сложное. Даниил, есть проблема контакта Алены с тренерским штабом? Нет, проблемы с контактом нет. Мы это обсуждаем. Она это прекрасно понимает. Вопрос, как ей помочь именно в этом, в этой рутине, чтобы она могла каждый день выжимать из себя максимум. Потому что когда она каждый день выходит на соревнования, все равно всегда делает больше, чем показывает на тренировках. Даниил, результат в Канаде, третье место. Закономерен и логичен? Закономерен и логичен, но мы хотим не этого. Потому что мы разговаривали с ней о том, что нужно катать два акселя в произвольной программе, а не надеяться на один. Даниил, у Алены просели компоненты. В чем причина? Компоненты у нее просели в причине того, что она не до конца доделает хореографию и связки. И в полную силу все это делает. Потому что понимает, что больше сил она потратит на это и не может, чтобы доехать до конца программы и сделать все прыжки, сказал Глихенгаус. Также Глихенгаус рассказал об ошибке в короткой программе Анны Щербаковой на Гран-при Италии, где она прыгнула каскад с двойным тулупом вместо тройного Риттбергера, а также о состоянии ее здоровья. Даниил, у Ани и Майи отлично получились четверные, чем вы тогда недовольны? Конечно же, короткой программы Ани ее форма на этих соревнованиях уже была лучше. И то, как она потренировалась здесь и в первый день, и в день короткой программы, не предвещало такой ошибки. Поэтому надо было разобраться. Сная ее характер и количество проведенных соревнований, более высокого уровня, чем этап Гран-при, понимая, что вряд ли она перенервничала. Будем разбираться. Понятное дело, что каскад Луц Риттбергер, отличающийся от любого другого каскада элемента, так как времени на раздумье между прыжками нет. Допустим, когда ты прыгаешь каскад с тулупом или с Оиллером или с Алиховым, ты всегда можешь выровнять себя после приземления и вторым прыжком даже исправить ситуацию. А с Риттбергером это так не работает. Ты либо сразу его подхватываешь, либо получается такая заминка. Конечно, хотелось бы, чтобы в случае неудачного приземления на Луце, она добавляла троной тулуп, а не двойной. Даниил, Аня сказала, что в произвольной хотела прыгать четверной Луц помимо флипа, но тренеры ее отговорили. Она Луц показала здесь на тренировках и на разминке, и это было очень хорошо. Но в связке под музыку и с произвольным мы Луц и Флип еще не прыгали. Соответственно, я решил, что не стоит рисковать, потому что вторым четверным делать флип сложнее, чем первым элементом. Второй квад требует больше сил, процент выполнения мог упасть. Если бы она сделала первый четверной Луц и сорвала флип, то могла посыпаться стальная программа. Сказал Ане, что во флип я верю больше. Надо было сделать его на плюсы и дальше откатать всю программу. На этих соревнованиях было важнее сделать так. Даниил, насколько квадов может пойти Аня в оптимальной форме? Вы сами видели, что здесь она тренировала два четверных. Мы никогда не можем загадать, как пройдет подготовка между турнирами, что будет завтра. Сейчас в планах пытаться на следующем этапе показать Луц и Флип. Как это будет, никто не знает. Даниил, по поводу травмы шеи у Ани, что означал ее пластырь в Будапеште? Как вы видите, пластыря в Турине не было. Ничто ее не беспокоит. Мышечные травмы, которые возникают у спортсменов в любых частях тела, тейпируются. Поэтому, если мы будем обращать внимание на любой тейп, то можно будет писать, что каждый спортсмен каждую неделю травмируется, сказал Грихенгаус. Что рассказали эксперты фигурного катания о выступлениях россиянок на Гран-при в Италии? В Турине завершился третий этап серии Гран-при, где россиянки в очередной раз доказали, что им нет равных. Действующая чемпионка мира Анна Щербакова одержала блистательную победу, исполнив один четверной флип, Майя Хромых завоевала серебряную медаль, чисто приземлив два четверных тулупа. Еще одна россиянка Софья Самодурова тоже принимала участие на этапе и заняла седьмое место. Анна Щербакова также установила личный рекорд в произвольной программе, набрав 165,05 баллов. Российские тренеры по фигурному катанию и бывшие фигуристы-чемпионы поделились впечатлениями после просмотра турнира и подвели итоги. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Чемпионка мира и чемпионка России просто так не сдается. Сумела себя вытащить за счет своего характера, но сделали же. Взрослое уверенное катание от наших девчонок. Щербакова настоящий боец, любит она, когда трудно, когда надо бороться с собой. Я в восторге от прокатов, пьедестал обрел абсолютно заслуженный вид. Майя могла сделать лучше, она и сделает, уверяю вас. У нас изумительные девочки, таких больше нет нигде. Спасибо им большое за такие эмоции. Олимпийский чемпион Алексей Урманов о победе Щербаковой. Анна Щербакова уникальная спортсменка, она большая молодчина. Мое мнение, она гениальная девчонка, которая доказывает всем, что она супер. И она не то, что заслуживала этой победы, она должна была победить, и она это сделала. Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая похвалила Анну и Майю, но довольно прямолинейно высказалась о выступлении Сони. Софья Самодурова, пусть будет жестко, но не понравилась. При том, что я очень люблю Софью. Но в ее выступлении были недокруты, ошибки, повисшие руки. Программа не просматривается. Есть над чем поработать. Майя хромых красотка. Исполнила два тулупа в четыре оборота. Была странная ошибка на Риттбергере. Я думаю, что Майя сама не поняла, что произошло. В любом случае, это была заявка на высокие результаты в сезоне. Анна Щербакова, мои поздравления. Надеюсь, все травмы, а не позади. Красивое катание, четверной флип, коронный каскад 3 плюс 3 Луц Риттбергер, который накануне не удался. Уверенное без зазубринки катание. Мне понравилось, друзья, что вы думаете про Анину программу? Если честно, мне в том году понравилось больше, написала Слуцкая в инстаграм. Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко. Совершенно не удивлена тем фактом, что наши девушки заняли первое и второе место. Все решает и расставляет на свои места произвольная, а не короткая программа. Наша чемпионка мира, будучи опытным спортсменом, все это знает. И у нее есть такое качество, как вовремя собраться и сделать то, что от нее требуется. Она продемонстрировала не просто чистый, а сильный прокат. Просто чемпионское выступление. Майя тоже умничка, сделала свои два четверных. Да, у нее был небольшой казус с Риттбергером, но я думаю, что все придет с опытом. Это ее дебютное выступление на взрослом уровне. Со временем она будет выступать все стабильнее и лучше. Бельгийка Луна Хендрикс выполнила чистый прокат, но он был более скромным, чем у наших девушек. Но выступление было чистым, что дало ей возможность занять третье место. Произвольная программа Софьи была намного лучше, чем короткая. Сегодня она была совершенно другим человеком, который стряхнул с себя пелену, потому что вчера она выглядела как какая-то неумеха. Софья всем показала, что выступление в короткой программе было каким-то досадным недоразумением и она умеет кататься на лучшем уровне.